Кому, как незнаменитому космонавту, представлять космическую столицу страны на международном уровне? К тому же для героя России Олега Кононенко. Самара – город почти родной. Около 10 лет он работал инженером на заводе «Прогресс». От предприятия и был выдвинут кандидатом в отряд космонавтов. В общей сложности Олег Кононенко провел на орбите 537 суток. Три раза выходил в открытый космос. Теперь станет одним из послов мирового первенства. Футбол – любимая игра миллионов. И я сам люблю играть в футбол. И в отряде космонавтов у нас есть футбольная команда. Я со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы продвинуть, что называется, Самару как бренд. Самару как действительно российскую столицу космонавтики. Много планов в Самаре и на празднование 55-летия полета Юрия Гагарина в космос. Стать участником юбилейных научных конференций пригласят и Олега Кононенко. Большое внимание именно образованию и науке. Объединенный Самарский университет – одна из лучших в стране площадок для новых открытий. Будет построен уникальный Гагарин-центр. Закладываются очень серьезные основы для того, чтобы в развитии губерния и Самара получили новый импульс. Помним, когда город стал индустриальным центром, крупнейшим. Как мы гордились разработками в сфере космической отрасли, в сфере авиационной промышленности, двигателестроения. Эта память у нас жива. Я думаю, что новая молодежь достойна того, чтобы стать продолжателями вот этих традиций. После официальной части Олег Кононенко отправился в музей «Самара космическая», где его с нетерпением ждали школьники и студенты, которые тоже грезят космосом. Если бы время встречи не было ограничено, вопросы, наверное, не прекратились. Какие эксперименты проводят на станции, как обеспечивается безопасность. Интересовались и тем, как ладит между собой международный коллектив. Олег Кононенко назвал его «космической семьей». И во время экспедиции на МКС в 2015-м это подтвердилось на мировом уровне. С нами приходил на связь Болдин, руководитель НАСА. И он сказал, что будет в целом проект МКС на следующий год выдвигаться на Нобелевскую премию. Потому что это действительно то, как мы работаем и дружим на МКС, это модель, которую неплохо было бы перенести и на Землю. Увидел космонавт и кузницу побед самарских футболистов. Экскурсию для посла чемпионата мира провели по тренировочной базе «Крыльев советов». Подарок от игроков – мяч и футбольная форма в космическом стиле. Надпись на майке «Каноненко-2018». В рядах футбольных болельщиков и сын космонавта, о который спрашивал, подарят ли мяч. «Приятно, что у нас есть такие болельщики. Мы знаем, что у вас сын болеет. Да, он теперь очень заинтересовался. Мяч он ждет». Космос и футбол в Самаре теперь неразлучны. Подтверждение – товарищеская игра между ветеранами «Крыльев» и сотрудниками РКЦ «Прогресс», старт которой дал Олег Каноненко. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.